Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также снова повторяю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, где на ежедневной основе, включая выходные, мы размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Прямо сейчас также, друзья, аналитическим коллективом компании Маркетс мы готовим для вас обзор на предстоящий год по ключевым фундаментальным событиям и перспективам движения разных финансовых активов. Фактически охватим все сектора. Поэтому думаю, что на следующей неделе он уже будет представлен вашему вниманию и я еще скорее всего сделаю акцент на него также, поскольку мне будет важен ваш фидбэк. Ну что ж, мы продолжаем следить за фундаментальным фоном, понимаем, что волатильность на рынке становится все ниже и ниже, потому что все большее количество трейдеров уже уходит на рождественские выходные. Ликвидность снижается и это в принципе замыкает отдельные активы на торговле в узких диапазонах. Но это не значит, что мы должны терять бдительность. Напоминаю, что в условиях низкой ликвидности даже незначительного фундаментального фона, комментария, заявления, отчета может быть более чем достаточно, чтобы волатильность резко возросла. И я не хочу, чтобы вы вот так вот под конец года совершили какую-нибудь ошибку, испортили себе настроение. Поэтому риск-менеджмент, контроль рисков, загрузка депозитов, минимальные плечи – это прям то, что должно всегда сопровождать вашу торговую активность. Сегодня на повестке экономического календаря несколько релизов по штатам. Это личные доходы, личные расходы, в целом потребительской активности, как объективно мы сможем сделать вывод о том, в каком состоянии она сейчас находится. Помимо этого, выйдут данные по заказам товара длительного пользования тоже в 13.30 по GMT. И замыкать торговую сессию будет Мичиганский индекс по потребительским настроениям, который будет опубликован в 15.00 по GMT. Достаточно ли будет этой статистики, чтобы раскачать движение доллара? Я не знаю. Это очень хороший вопрос, потому что мы, конечно же, ждем появления каких-то дополнительных триггеров для доллара, потому что я по-прежнему не отказываюсь от своей точки зрения, что до конца этого года мы легко можем увидеть укрепление позиций доллара и рост индекса американской валюты поближе к 105 пунктам. Мне, конечно же, с учетом моего взгляда, хотелось бы увидеть вот этих восходящих движений и логичной позитивной реакции на блок макроэкономических данных. И со вчерашнего дня у нас еще тянется реакция на данные по годовому показателю ВВП, оценка за третий квартал и цифры превзошли ожидания экспертов. Это тоже добавляет позитива на рынке. Что касается в целом американского доллара, у меня есть главный индикатор, опять же, того, стоит ли быть оптимистом в отношении его роста. Это ситуация с долговыми облигациями США. Доходности американских трежерис растут уже не первый день, 3,7. У меня, правда, вопрос, опять же, почему доллар не следует за этими облигациями? Ну, видимо, мы работаем сейчас и имеем дело с некоторым подобием временного лага, и доллар все-таки должен восстановиться следом за доходностями американских облигаций. Вероятность рецессии в американской экономике со ссылкой на вчерашний прогноз Бломберг выросла до 70%. Это оценка на 2023 год. Не знаю, верите ли вы в то, что рецессия может случиться в американской экономике или нет, кстати говоря, можете писать в комментариях. Вашу точку зрения тоже будет очень интересно с ней ознакомиться. Но, как ни крути, многие влиятельные эксперты, чиновники, Федрезерва даже, экономисты допускают, что экономический спад может произойти еще до середины следующего года. Если этот сценарий реализуется, опять же, друзья, на рынке будет не так уж и много активов, которых можно будет защититься от каких-то непредвиденных последствий, и доллар будет одним из них. Поэтому доллар, с учетом грядущего риска, который пока что еще потенциальный, может быть интересен на долгосрок как инструмент защиты от указанных рисков, связанных с потенциальным глобальным экономическим кризисом. Орождание Федрезерва по поводу того, что будет с процентной ставкой. Ориентируемся на риторику регулятора. Не выдумываем ничего. ФРС повышал ставки, будет делать это дальше, как минимум на протяжении всего первого квартала 2023 года. Ограничительная ставка еще не достигнута. Возможно, она будет достигнута на отметке в 5,25%, но до этого уровня еще нужно дожить. И как минимум до 5,25% с текущих уровней 4,5% еще 75 базисных опунтов. Поэтому февраль-март это точно два заседания повышения ставки. И я допускаю, что за этот период времени риторика американского регулятора не изменится, потому что я не думаю, что в ближайшие два месяца произойдет что-то чудесное с показателем инфляции, и индекс потребительских цен сильно просягнет. Он остается почти в три раза выше целевого ориентира американского регулятора, и это заставляет ФРС все-таки сохранять жесткую монетарную политику. Поэтому я бы порекомендовал пока что индекс доллара держать в длинных позициях. 104 пункта, довольно стойкий уровень, уже доказана его значимость, потому что удержали покупатели эту планку даже после итогов заседания американского регулятора. Были и плохие отчеты, все равно этот уровень держится. И с текущего рубежа как раз может последовать дальнейшее восстановление. По поводу золота. 1794 доллара за тройскую унцию. Вчера, конечно же, неожиданное снижение, но тот перечень факторов, которые будут оказывать и должны оказывать средне-долгосрочную поддержку для золотого актива. Это со ссылкой на Всемирный совет по золоту. Вчера детально об этом рассказывал. Для меня этот фундаментальный бэкграунд достаточный, чтобы пока что золото поддержать в этих длинных позициях. Рынок нефти 82 доллара за баррель. Данные по запасам нефти оказали поддержку. И бренд UWTI, это действительно так. Запасы нефти за неделю снизились на 5,9 миллионов, причем у этого снижения есть логичное объяснение. Это резкое сокращение импорта нефти через нефтепровод Кейстон. Кстати, проблемы с ним актуальны до сих пор. Транзитом через него проходит почти 600 тысяч баррелей нефти в сутки. Поскольку импорт существенно просел, пришлось расходовать резервы непосредственно на внутреннем рынке, отсюда и сокращение запасов. Если эта тенденция продолжится, я думаю, что она продолжится. Через неделю мы, конечно же, скорее всего, с учетом вот этих проблем с Кейстоном, мы увидим снова данные со знаком минус. И, по идее, нефть может получить от этого дополнительную поддержку. Но я, опять же, не рекомендую сейчас лезть в рынок нефти, поскольку на низкой ликвидности в финансовых площадках могут быть движения довольно размашистого характера в диапазоне. Нефть очень волатильна в последние месяцы. У нас будут более хорошие условия для торговли этим сектором и непосредственно активным брендом WTI уже в следующем году. Тогда я и дам вам конкретные рекомендации. Возможно, будет более интересный фонд также из Китая в расчете на последующее восстановление экономической активности. И тогда мы точно с вами будем удерживать длинные позиции, покупать нефть целями 100 долларов и выше. Американский фондовый рынок по-прежнему короткая позиция, остается в приоритете 3853 пункта. Цели 3700-3600. Цели Bank of America сети в районе 3000 пунктов, правда, на середину следующего года с заходом даже на 3-4 квартал. Доллар иена 132.72. Цели по-прежнему 130 и ниже, потому что на рынке по-прежнему продолжают обсуждать неожиданное решение японского регулятора. И помимо того, что Банк Японии уже сделал, все считают, что следующим шагом от Банка Японии будет еще, возможно, более значительное расширение коридора или даже анонс предстоящего повышения процентной ставки, что точно уже положит конец эре сверху мягкого экономического режима в исполнении японских денежных властей. Иена, судя по всему, уже сейчас вырисовывает очень хорошие перспективы на то, чтобы стать самым динамично растущим активом на предстоящий 2023 год. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!